Во имя Иса и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами слушали евангельское зачало, в котором рассказывается о том, как ученики Христа, апостолы, дважды совершили ошибку, и как Господь их поправил. И ошибки эти, на самом деле, такие универсальные. Это то, чем и мы сами готовы подчас ошибаться. Первая ошибка, она заключалась в следующем. Апостол Иоанн подошел к Спасителю и говорит, вот мы тут видели человека, который проповедует все то же самое, что ты проповедуешь, и именем твоим даже исцеляет, изгоняет песок. Но мы его часто не знаем, он вообще с нами не ходит. И мы, конечно, им запретили, чтобы он не смел этого делать. И Господь говорит, ну, вы неправильно сделали, потому что он же не против нас. А раз не против нас, значит, уже с нами, хотя и не ходит вместе с нами. То есть, таким образом, Господь говорит, что нет, как бы вот этой монополии на правду, монополии на истину. Истина, она принадлежит Богу. И тот, кто с истиной, тот уже с Богом. Ведь что такое церковь? Церковь – это стол и утверждение истины. И, следовательно, тот, кто стоит за эту истинную правду Божию, тот уже принадлежит церкви, хотя, может быть, вот формально в данном случае он не принадлежал к сообществу апостолов, просто потому что Господь его не прислал. Но ведь Господь ходит, проповедует, и получается, что что? Тогда каждый, кто услышал Его Слово и пошел за Ним, тоже, может быть, в какой-то момент признан не членом сообщества, потому что, ну вот, а кто видел, что именно после Слова Господу пришел? И это очень важный момент в Писании, потому что зачастую у нас берется в внимание лишь формальная принадлежность к церкви. И таким образом получается, что человек, который формально принадлежит церкви, можно говорить, какой-то ерунду, и для кого-то это будет авторитетно, потому что формально он принадлежит к церкви. Вот. Так на самом деле, принадлежность к церкви, церкви определяется не только формальной принадлежностью к церкви, но и духовной принадлежностью, когда церковь, когда человек исповедует, верует, исполняет все то, что говорит церковь. И это очень важно, чтобы вот эта вот форма не расходилась с содержанием. Второй раз апостолы вместе со Христом проходили через Самоярское селение. Надо сказать, что Христос каждый раз из Галилеи ушел на празднование Пасхи в Иерусалиме и каждый раз проходил мимо вот этой области Самои, где жили саморяне, которые были, с одной стороны, исповедованы единого Бога, но имели свой жертвенник на горе Христии, не ходили в Иерусалим и не принимали весь Левый Завет, не принимали книг пророков, а только пятикнижие. И поэтому, когда через них и проходили вот эти паломники, то они сразу видели, что паломники идут в Иерусалим, поклоняться Храм Божий, Храм Господень, который, значит, находится в Иерусалиме, а у них свой. И многие, конечно, проходили и говорили следующим образом, что вот мы-то идем в Иерусалимский храм, в Храм истинного Бога, а у вас тут на горе Христии непонятно кому, непонятно, что за Храм. То есть и отношение со стороны иудеев было очень недоброжелательное, негативное. Даже была такая присказка, что саморяне нужен язычника, потому что язычник просто не верит в Бога Единого, а саморяне верует, но неправильно, и поклоняется к ним в том месте. Ну и, соответственно, саморяне тоже реагировали на это весьма часто, весьма недоброжелательно, потому что, ну, они как бы были неудеями, по крови, были и пришлыми людьми в этом месте, но они приняли веру, приняли пятикнижие, вот. И такое отрицание со стороны иудеев, конечно, вызывало у них ответную негативную реакцию. И поскольку у Христа просто был вид людей, которые идут в паломничество, в геруссалимские храмы, вот, то они, естественно, не пустили их в свое седение и вночевать, ну, для того, чтобы, может быть, лишний раз не входить в какие-то споры и в какие-то соблазны, искушения. И вот апостолы говорят Христу, что, Господи, вот не пустили нас тогда на ночник, давай мы сейчас помолимся, чтобы сошел огонь с небес, и спалил бы это себе, начисто. И вот Господь и тут указал на небо ошибку, потому что сказал, что мы забыли, какого бы духа, вот, что разве дух христианства, это путем наказания и кар Божьих устанавливает правду Божию. Конечно, тут апостолы еще не до конца понимали миссию Христа и не знали, что Христос покорит весь мир не оружием и не гневом своим, а наоборот, своими страданиями, своей крестной смертью и долгой. Вот это поражение, как мы видим, оно и станет победой Христа и привлечет к нему весь мир. Но вот это тоже интересно, что первая реакция тоже была такая, наказание. Как же так? Мы идем за правду, мы идем с Богом, а они не пускают нас. Но для того, чтобы им приняли их миссию и для того, чтобы приняли Бога, действительно, как милосердного и человеколюбивого Бога, для этого нужно, может быть, иметь некое срисхождение вот это неприятие, которое высказали жители этого селения. И Господь запретил им и объяснив, какого все-таки они духа должны быть кротко, предложил идти в следующее селение, и в музее их уже приняли и разместили в начале, видимо, за каком-то плаком. И вот для нас, конечно, абсолютно недопустима такая вот гневная реакция на то, что есть, может быть, какое-то неприятие со стороны внешних людей, не очень церковных людей, вообще не церковных людей. Мы должны помнить всегда, что христианство убедило мир именно кротостью и любовью. Почему язычники вдруг обращались в христианство? Потому что видели, что вот идут болезни, эпидемии, что все шарахнутся от больных, а эти верующие Христа и покойников хоронят, и за больными ухаживают. И, конечно, вот эта вот любовь и внимание, которое проявляли христиане, люди, и то, как они кротко, умирали, мы сражались, и умирали, вот именно это, в конце концов, и сделало христианство мировой религией. Хотя, конечно, потом, когда церковь уже стала господствующей, государственной церковью во многих странах, то потом, конечно, были, мы знаем, попытки насаждения христианства огнем и мечом. Но мы должны помнить, что такие случаи, они, в общем-то, давали всегда какие-то потом и негативные последствия души. Мы всегда должны помнить, что мы свидетельствуем о Боге своей кротостью и любовью, своей готовностью договариваться, уступать, особенно в мелочах, не уступая, конечно, в главу. И то, что Господь никогда не старался приобрести себе последователей даже каким-то, просто каким-то давлением и понуждением. Но он даже часто говорил, что не рассказывайте о чудесах, которые случались с вами, именно для того, чтобы люди, прежде всего, полюбили бы не вот стремление, там, к чуду или еще что-то, а полюбили бы любовь к истине Божьей, к правде Божьей. И наше свидетельство, оно в этом свидетельство о истине и правде Божьей.